Юлия Стар с нами на связи. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Юлия, если я правильно понимаю, вы решили туризм превратить в профессию свою? Ну да, это, наверное, было что-то очень любимое такое, как... Да, это было хобби, которое превратилось во всю мою жизнь, в профессию, да. А что такое, почему хобби? Что прекрасного в туризме? Объясните нам, пожалуйста. Хотя я сейчас думаю, что вы должны объяснять очевидное. С другой стороны, я знаю, знаю лично даже людей, они существуют, которые не любят путешествовать, которым хорошо в их собственной квартире, в их собственном доме, и они не понимают, что такое охота к перемене мест. Вот для них, для них, объясните. Ну, наверное, что-то кому-то доказывать и рассказывать, как это хорошо, там, и классно, это, наверное, не имеет смысла. Для каждого у нас имеет свой темперамент, я лично сама тоже знаю. Людей, которые говорят, что, ну, не хочу я нигде быть, мне все видно сегодня по телевизору, в мир интернета, в наш век можно действительно многое, что увидеть и услышать, и зачем вообще напрягаться, садиться в самолет. Это зависит от темперамента. Мне кажется, что эти эмоции, они ничем не сопоставимы. Это новые ощущения, это вкусная еда, это люди, это колорит, это музыка, это смена декораций, так называемая, да, в жизни, которая происходит. Это перезагрузка, это новое эмоциональное. Сколько раз вот часто мы слышим, что я поехал даже 2-3-4 дня, возвращаешься, как будто, ну, как будто заново родился. Почему-то вот нас... Это смена обстановки быта, оно просто... Мне кажется, что это чудо, это чудесное. Наша Земля такая многоликая планета, поэтому... Юля, вы много путешествовали, вы много путешествовали, Вить. Расскажите мне, пожалуйста, для вас, самым незабываемым, какое стало впечатление? Смотрите, наверное, из личного, не из профессионального, да. Я влюблена в Прагу. Для меня это город, который... С этого, наверное, много что в жизни моей именно в области путешествий так и начиналось. И многие меня ассоциировали долгое время с Прагой. С Чехией. Я... Для меня это мистический город, у меня энергетический там есть какой-то вот... Я там, я, наверное, мне говорят, наверное, в прошлой жизни там жила. Я не знаю. И я чувствую себя там просто великолепно. И это не связано с каким-то событием. У меня много разных приключений, смешных историй было во время путешествий. Но это именно лично вот такое мое глубинное и очень-очень дорогое мне. То есть я каждый раз, много раз в году возвращаюсь в Прагу, и каждый раз мне там очень комфортно. Наверное, пожалуй, на сегодняшний день, я не знаю, что будет в дальнейшей жизни, я для себя постоянно открываю что-то новое. На сегодняшний день это мое такое самое любимое, сокровенное, как бы прям даже почти родное место. Вот интересно, говорят, что Прага просто истоктана туристами со всех сторон, и мне прямо очень было интересно ваше это признание в любви выслушать. Тогда я задаю дополнительный вопрос. А с профессиональной точки зрения вы сказали сначала вот мое личное. Смотрите, а с профессиональной точки зрения несколько лет назад я начала возить группы. И вы знаете, для меня было большое потрясение, когда, наверное, я не знаю, не хочу сейчас звездочки на погонах себе ставить, но для меня очень важно, что когда мы едем, встречаемся в аэропорту с совершенно незнакомыми людьми, а возвращаемся одной маленькой семьей, для меня это играет огромную роль. Я вообще человек социальный, и потом с очень многими ребятами, с которыми мы ездим вместе, мы дружим, общаемся, даже встречаемся. И вот этот момент, когда у нас был очередной тур в Грузию, и мы последний вечер. Вы знаете, когда у меня плачут при расставании женщины, я как-то, ну я тоже бываю сентиментальная, там поплакала, и все. Но когда у меня начали плакать мужчины... О! Сейчас я заплачу даже. Да, да, да. Ну, такие, это слезы радости, когда этот колорист, это звучит грузинская музыка, танцуют, это вкусная еда и так далее. И вот это вот мы обнимаемся, для меня, наверное, чисто, я говорю, покрылась мурашками. О! И просто я переживаю это все снова и вновь, и хочу людям это тоже подарить, просто это незабываемое ощущение на самом деле. То есть, в принципе, если я вас правильно поняла, я сейчас и тоже, если вы чувствуете, что в батарейке все на нуле, нужно хотя бы на 2-3 дня переменить обстановку. Я искренне советую, тем более, что сегодня в мир и интернета, и возможностей, это стало, ну, пожалуй, доступно практически для любого кошелька. Сегодня можно, ведь правда, путешествовать совершенно не тратя на это больших денег. Юля Стар, огромное спасибо, дорогие мои, я поехала. Юля, огромное спасибо. Всего хорошего, до свидания. Ну, вот на самом деле, вот эти кадры, вот эти кадры и вот этот, да, вот этот рассказ, и хочется сразу вот просто прийти домой, может быть, не приходя до того. Браво, Юля! Не приходя до того, не приходя до того. Браво, Юля, хочу сказать спасибо Юле. Теперь, да, но с еще большей силой овладела охота к перемене места. Я думаю, кстати, дорогие мои, скоро вполне можно будет, я думаю, там и сям подворовать и куда-нибудь уехать.